Распродажа в стиме в самом разгаре, уже сам себе урвал множество топовых игр по низким ценам, в которые давно хотел поиграть. Это RDR2 и Assassin's Creed Valhalla. Но получить их максимально выгодно мне помог, конечно же, Купикот, ведь их страница с гифтами полностью повторяет распродажу стима, даже на те игры, что недоступны в РФ. Чтобы пополнить свой аккаунт стима, вводите его логин и указываете сумму. А мой промокод Embranew снижает комиссию на пополнение на 2% и даёт скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикот – это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Пополнять иностранные аккаунты также можно в тенге или в долларах, выбрав соответствующую кнопку переключения валюты. А удобный калькулятор всё посчитает за вас по актуальному курсу. А ещё сейчас на сайте проходит КупилиАрд – масштабный конкурс с крутейшими призами. Совершай покупки, которые будут давать тебе шансы на победу. А далее будет решать уже твоя удача. А чтобы купить игру гифтом, достаточно просто оплатить её на сайт и принять в стиме подарком её от бота. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине стим. То есть больше не придётся париться с созданием новых аккаунтов. Не упустите шанс пополнить свой стим-аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Всем привет, я Эмбро. Играем мы с вами за... ну вообще Аляску. Но сейчас называемся Соединёнными Штатами Америки, потому что выполнили нашу первую цель на эту кампанию. Захватили именно за Аляску Америку. Вторая наша цель будет захватить Россию в границах Российской империи. При этом Америку в этой серии мы отпустим. Она будет нашей марионеткой, но нам главное из Аляски стать Россией теперь. И это будет там сюжетом обусловлено, нужно просто подождать ивентов. И, ну, пока что сейчас ивенты будут по поводу Америки. Давайте тоже их сейчас дождёмся. И да, у нас 21 миллион с половиной людей. Потому что все взрослые проходят службу. И что-то как-то маловато для всех взрослых. Ладно, понизить стоит очень дорого. Вообще можно обезоруженную нацию поставить. И нам одного процента хватит, чтобы содержать всю армию. Ещё запас там был. Но дороговато по политике, поэтому пока что сейчас понижать не буду. А, ну можно, в принципе, это сделать вот здесь. Здесь снижение призыва. А демобилизация экономики, ну, вот это пока давайте не трогаем. Посидим, насколько это возможно, как можно дольше на военной экономике. А сейчас у нас расширенный призыв. Можно только добровольцев поставить. Будущее нашей восстановленной Америки. Здесь нам нужно выбрать вернуть утраченную американскую империю. Тогда у нас разблокируется просто вот это вот направление. Но ещё и дастся бонус, который снижает время направдания цели войны на 75%. А это нам очень нужно, чтобы захватить мир. Потому что, блин, это просто быстрее всё будет. Все эти захваты мелких всяких стран, типа Панамы. Чё тут у тебя кто-то собирается нападать? Центральная Американская республика. Короче, просто быстрее буду претензий делать. Значит, быстрее всех захватывать. А третья наша цель, да, это захват мира. Не забываем. Так что давайте мы к этому будем лучше подготовлены, значит, с этим бонусом. С нашими армиями, стоящими без сопротивления Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Атлайнс и других городах, земли бывших и несоставшихся Соединённых Штатов со всех пепельной и пылающей славы теперь принадлежат президенту Алисе Розенбаум. Она планирует использовать свою объективистскую идеологию в полном объёме, чтобы финансировать и подпитывать усилия по восстановлению и стабилизации, создавая общество ночного дозорного. Свободная до государственной тирании и поддерживаемая её триединством индивидуализма, рационализма и человеческой объективности. Однако Рэнт разрывается между тем, должна ли она заниматься этой реконструкцией и общенациональной объективистской реформацией под прикрытием старых звёзд и полос имени несостоявшихся Соединённых Штатов. Или же ей следует создать новый союз собственного дизайна, свободный от неудач и кровопролития прошлого. Можно создать рациональную республику Вознесения, но наша цель это вот, свободный и рациональный территорий Атласа, вот это нам нужно. Поэтому прожимаем и становимся жёлтыми, как и на приюшке прошлого видео. Ссылочки на все серии, напоминаю, под каждым прохождением есть у нас в описании, там плейлисты с пронумерованными сериями. Смотрите вот только через них, так удобнее. Ну и погнали обратно в бизнес и пойдём потом вот сюда. Но здесь мы не должны состоять в альянсе, мы вынуждены будем выйти из Антанты, но это сделаю я как можно позже, потому что ну надо воспользоваться союзниками. Пускай они будут у нас, даже не то, что тут как бы союзники повоевать, но бонусы от ИСР хорошие, всё остальное, так что пускай. Может даже вместе повоюем против Рейспакта, а далее я просто выйду из альянса и буду с ними воевать, потому что нам нужно не просто территорию вернуть Америке, а вообще как бы весь мир захватить, поэтому без этого никак. Новая столица, ну давайте оставим её в Джуна, на Аляске, чтобы не тягать вещи и всю администрацию туда-сюда, всё равно же мы Америку отпустим, поэтому давайте Джуна и масштабы утопья Розенбаум. Пока президент Алиса Розенбаум продолжает смотреть на южный приз, майндю Америки. Некоторые убеждённые объективисты из её клики обращаются к родной стране Розенбаума России, как к яркому примеру большой и нищей нации с людьми, нуждающимися в объективистской истине. Предлагают нам не только сохранить наши американские амбиции, но и посмотреть через Берингово море, чтобы завоевать и Россию. Возможно, тогда мы даже сможем воплотить мимолетную идею Рэнд о строительстве новой столицы, свободной от всех законов и международного надзора, под волнами Берингово моря, но это невозможно. Или возможно? Должны ли мы забыть эту глупую мечту и принять объективистскую идею здесь, в Америке, свободную от националистической глупости и государственной тирании? Или же мы должны посмотреть через Берингов пролив и попытаться построить настоящую объективистскую утопию для всего мира? Россия всегда будет домом для Розенбаума. Стабильность минус 35%. Капец. Это очень дорогое решение. Тут плюс 25, но нам нужно в Россию прыгать. А тут и претензии дадут. Я очень надеюсь, что территория России за национализируется, потому что мы как бы останемся здесь, в границах же Аляски вот этой. А весь мир захват, ну, то не имеется в виду, что захват всех территорий нам. Мы же будем ту же самую Америку отпускать. Именно через марионетки будем играться. Ну, например, Канаду я, наверное, могу и себе забрать, тут ничего страшного. Россию тоже всю себе заберем. Потому что будем в границах моей Российской империи, когда тут все объединим. А все остальное у нас будет уже как марионетки. Ну, может, вот это и правда заберем, так оно покрасивше. Ну, посмотрим, короче. А Алиса, кстати, она же родилась в Петербурге. Детство провела в Крыму, а конкретно в Евпатории, в школе, которая сейчас, если не ошибаюсь, вообще там психбольница, что ли. Ну, короче, жизнь в Крыму ей не понравилась. Там она уже начала заглядываться на Америку, вроде как это было в Крыму, там, детство. Ну, мы понимаем, что тут как бы у нее идеи индивидуалистические, она считала Америку тогда прям такой страной, свободной, идеальной. Но, как видно, мы тут еще сильнее эту страну преобразили, следуя идеям Алисы и ее идеологии. Выборы? Это что, мы можем теперь Алису свергнуть нафиг? Да, демократы? Тут вон другие правители. Боб. Нет, давайте Боба не будем, оставим корпоративную партию Аляски. Хотя выборы вообще были написаны в 50-м году. Оно не менялось, оно реально было в 50-м году. И сейчас тут как бы вон, значит, произошли. Ну, ладно, давайте, берем все, власти сохраняются, Алиса, тут что-то такое вообще. Но пока что дальше я сюда не выхожу, если пойдем сюда, это вместе с Антантой действовать. Тут как бы, ну, бонусы хорошенькие, ну, да и все. А здесь как бы в основном не бонусы, а именно претензии. Требовать Гренландию, Найсландию, Мадейру, Британский Союз, Либерия. Ну, то есть как бы хорошие такие вот претензии, чтобы потом не фабриковать, взять по 35 дней все это. Это я уже сделаю, когда мы выйдем из Антанты. Будем взять эти фокусы, в принципе. Сюда выходить пока что не будем. А пока буду брать вот эти фокусы, сейчас взял еще вот этот бонус, он скорость строительства, производства. То, что нам нужно, потому что эту Америку сейчас я застраиваю военными заводами, морскими базами, НПЗшками. Нам это все нужно, чтобы создать сейчас армию, потом отпустить Америку. Но эта же армия останется у нас. То есть все людские ресурсы, все снаряжение, которое мы произвели. Ну, главное, людские ресурсы. Если будем воевать с Россией, тогда мы без Америки. И сможем все что? Просто войска распускать и возвращать себе людские ресурсы Америки в наш пул людских ресурсов. Емба вообще. А вот войска, которые сейчас я делаю. Значит, танки и пехота. Ох, тут надо медальки пораздавать, да политку жалко сейчас на это все тратить. Здесь, значит, все войска наши вот эти я тренирую для того, чтобы получить опыт армии. Так как нам нужно доктрину качать, она там вообще как бы у нас не прокачана, нифига. Мы опыта много не заработали, но что там было мало войск. Они сражались, у нас даже там, конечно, бонусы есть на прирост этого опыта. Это все равно очень мало. В основном, конечно, из битв там опыт приходит. Сейчас качаем вот это. Потом нужно взять обязательно вот это, чтобы размер бригады увеличить. Потому что, блин, там с танками у меня не очень хорошая ситуация по ширине. Докачаю и покажу потом шаблон. Вот. А так-то, в принципе, все нормально. Разве что здесь сейчас воюет нашу с Рейхспактом. Без Германии, кстати, да. Просто наша Антанта махается против колоний. Колонии Германии. Но Германия в этом не участвует, как и ее союзники. Просто вот так вот против колоний, смотрите, сражаются. Но в этом участвовать я тем более не хочу, так что удачи. Квбек отделяется от Канады. Бигасельно. Ну, это марионетка все равно Канады и все равно в альянсе. Так что это так. Особо не изменит ничего. Ты, кстати, берешь фокус помочь Британии восстановлению. Да, кстати. Германия захватила Британию. Но отпустила ее просто. И теперь здесь Великобритания. Эдвард. Эдвард. Как бы это один и тот же правитель. Просто с другим портретом. Да, такое странно. Эдвард Винсдер. Это один и тот же правитель. Как бы сюда, в Британию, должна была Канада вторгнуться, захватить ее и просто переехать. То есть тут был бы уже президент какой-нибудь, а здесь уже и этот Эдвард. Но нет. Канада не смогла вторгнуться в Британию. Получилось, что Германия захватила Британию и отпустила ее. И, короче, у нас тут дубликат. Забавная ситуация, конечно. Но странно то, что Германия не выделила Британию как свою маринетку, как это сделала, например, с Францией. Здесь французское королевство. Это не это, французское государство. Это уже просто синдикалистов немцы свергли и подчинили себе этой Франции. Рыночный либерализм. Но это Франция явно как бы от своих планов вернуть эту Францию не отказывается. Но пока занимается только битьем немцев в Африке. Насчет помощи Британии в восстановлении мы что-то тоже можем поддержать британцев. Так, имеет дело это Британия с огромным пустушением. И они, безусловно, могут использовать любую помощь, которую мы тут отправим. Че, отправим политвласти? Да давайте поможем, че, как бы, наш союзник. Че, понят, хоть как-то надо им помогать. Это единственное прохождение мое, где я самый, блин, плохой союзник. Потому что я не планирую в войнах помогать нашим союзникам. Потом я планирую просто выйти из альянса и напасть на них же. А благодаря, по сути, Канаде и Мексике мы здесь захватили эту Америку. Без них я просто с своими 12 дивизийами бы не справился. Такие вот дела. А по-другому здесь просто никак. Король Эдуард совершает, значит, турне. А какой? Канадский или британский? Как бы, интересно. Ну, скорее всего, все-таки британский. Ладно, сейчас получаем... Ох, ты ж, ничего себе. Получаем стабильность поддержки в войне. Или это Эдуард получит? Да, валяется королевское турне. Скорее всего, он получит. Не мы получим, да? Королевское турне. Или мы? Да нет, не мы. Ну, ладно, у кого-то бонусы эти уже есть, но из них хорошо. Сейчас я, кстати, уже делаю авиацию. Значит, тут у нас штурмовики, истребители. Все прям четенько. Жалко, правда, модулей мало. Подожди. А это я реактивный использую или обычный? А-77 дрифтер. По-по-по. Я еще обычный использую. Блин. Взял мне у тебя самолеты. У меня же реактивные. Капец, ладно. Я просто эту серию уже отыграл. И поэтому самолетов я понаделал много обычных. Сейчас просто откатился по сохранке вам рассказать, что тут было. Там дальше просто интересно будет. Я не забегаю вперед. Увидите. Короче, я много смотрю в этих сделок, там по 10 тысяч. Потом доберемся до момента, где я остановился. Там я исправлю это. Поэтому не обращайте внимания, пожалуйста. Начинается война в Европе. И тут Германия, она нападает на... А это всякая фигня, вроде Бирмада. А вот тут уже оборонительная война. То есть это на Германию напали. Что за война? Пекущая война. Британская, индийская, японская, германская. Японская, германская. Британская, индийская, наверное, все-таки. Да. Да, британская, индийская. Ладно. В общем, не важно. Важно то, что сейчас здесь Германия разбирается с Гаршиком. Как хорошо, что сейчас мы не за него уже играем. Потому что это было бы, ну, ну, такое себе оказаться на его месте в данной кампании. У нас там было попроще. Я не буду помогать Антанти. Они нас зовут в эту войну, но я не вступлю в нее. Я помогу Антанти с востока. То есть мы сейчас захватим Россию. Тут только ведь я уже нарисовал вот это все. Кораблики поделал. Они у меня производились. И, значит, сейчас это все размещу. И сделаем выставку в Преамурье. По войскам тут у него сотни, конечно. Но я думаю, мы своими-то дивизиями его размотаем. Потом пойдем сюда. И уже отсюда будем разбираться с Германией. Украина, кстати, не в рейс-пакте. Захватим вот это вот. И Россия, кстати, не в рейс-пакте. А она у Марии нет к Украине все это время. Так что пронесемся вот так вот. Прямо до востока Украины, до Хелма. И далее уже будем разбираться с Германией. А по-другому никак. Потому что нам же нужно Российскую империю создавать. А тут вон сколько территорий Российской империи находится в Германии. И исправим всякие вот эти вот безобразия. Значит, я уже сюда вот доплыл. Давайте показываем этот момент прекрасный. Как же ты долго высаживаешься. Опа, готово. Так, теперь вот сюда вот в темпе. Сюда вот тоже проходим. Сюда. Давай. И обязательно вот сюда еще. Судяка, хорошо. Мы истощаемся, задыхаемся и при этом справляемся как хорошо. Берем сейчас морскую базу, давайте. Тут уровень морской базы первый. Ужас. Да, у меня войска, конечно, там хорошо напичканы. Роты и снабжения. Но когда снабжение первого уровня, тут всего лишь-то это ужасно. Ладно, сейчас давайте ставим стрелочку сюда вот. И атакуем. А морскую базу лучше. Кину еще одну армию вот этого индейца. 30 дивизий. И будем разбираться. А тут пока нормально проходим. Ну да, смотрите, противник тоже истощается. Сейчас пройдем, значит, вот сюда вот. Возьмем морские базы и даже сделаем котел. Король Эдуард бежит в Великобританию. А по-русски? Так. А-а-а. Я вас понял. Да-то, конечно, обидно на самом деле. Но здесь эмпатию отключаем, ребят. Это наш тоже противник. Хоть мы и союзи, но Британия тоже наш противник. Как и Канада. Эдуард и там, и там. Короче, он, значит, сбегает. Опять в Канаду сбегает. То есть, это уже какой? Второй раз получается. Кинул сейчас я сюда уже вторую армию. Ну, заранее. Пока они приплывут, тут уже и второй уровень построится, и третий там. Так что нормально. А в Европе произошел мир. Сейчас Британию захватила полностью Германия. И должна, ну, отпустить ее как-нибудь. Оп, залагала. Это что значит? Это человек Словакии. Ага. А ты что, оставишь у себя Британию? Та ну не. Сейчас. О, все заглючил, значит, то, что Британия... О, да. Так. Англия. Герсикство Уэльс и Шотландия. Что-то все. Хорошо. Чуть не забыл вам сообщить. Я же Америку отпустил. Да, причем законным способом это не сделать. Поэтому я ее через читы отпустил и замаринтил тоже через читы. Ну, а как еще? Только так. Но, значит, проблема возникает. Здесь для США национальными территориями являются, угадайте, какие... Нет, не вот это. Нет, это тоже не... А вот эти две? Вот это? О, вот это вот еще. Что-то может быть еще не... А вот это вот еще. Ну и все. То есть как бы, ну, ноль людских ресурсов, да, сейчас будет? Давай. Семьдесят девять тысяч... Шестьдесят тысяч. Федералисты одержали победу в гражданской войне. Ух. Ничего себе. Ну, короче, людей у них... А, ну вот уже ноль. Все. То есть на сопротивление все просто разбежалось. А я, короче, как поступлю? Не, ну, логично будет просто так же читами раздать все корки. Но это так долго. Это вписывать код региона. Отдавать США. И каждый регион вот так вот прописывать через консоль. Это, блин, так душно. Поэтому вдруг мне сейчас территории России дадут как национальные. И тогда мне не придется с этой Америкой париться. Оставлю ее так. Вот. Но все равно будут людские ресурсы и все остальное. Главное, чтобы территории были национальными. А сейчас, пока, вот видите, паримся с сопротивлением. Но людских ресурсов все же убежало туда вот. Как-то оно вот так. Но если не дадут после захвата России с Украиной, тогда просто я все же посижу протыкаю вот это все дело. И будем пользоваться людскими ресурсами Америки. Будем просить помощь хотя бы с гарнизонами. А в дальнейшем уже тогда нам придется делать войска из-за людских ресурсов Америки. Тут разве что только нельзя снизить уровень автономности. То есть Америку даже не присоединить. Ну или автономии не понизить. Людей сейчас нету, но можно сейчас эту шестерочку отменить, конечно. Но пока я лучше этого делать не буду. Ее заспауни, посмотрю по людям. Сейчас пока только не сразу скушались. По высшему закону призыва, пускай сейчас на процент вырастет. Может быть нам нормально будет. Вот. А если не нормально, тогда уже целую армию какую-нибудь распущу. Эх, по большей части для этого и делал. Ах, тут другие фракции спавнятся. Как бы это, ну, гражданочка-то закончилась. Там даже, вон, ивент о победе был только что. И что, сейчас они будут появляться? Эмбарго даже вводят. Ничего себе. Вы хоть знаете, кто мы такие? Да, я, короче, понял. А сейчас давайте я через четыре отдам эти территории США. Ну, через костыли реализовываем челлендж. А по-другому-то никак. Может быть, кстати, территории занационализируются сейчас? Тогда вообще парить мне не придется, посмотрим. Ну, я присоединил. Только вот территории национальными не стали. Ну, я так понимаю, что нам все же придется сейчас, ну, национализировать все это для Америки. Потому что, ну, мы закончим сейчас с Преамурьем, а людей у меня уже не останется. 12 тысяч, ну да, придется распускать одну армию, но вдруг все равно не хватит. И много распускать тоже не хочется. Как бы нам нужно тоже чем-то воевать потом против Германии. Я-то уже не создам потом нормального войска, если людей совсем не будет. Поэтому как-то так. Ну, короче, здесь добиваем. Вот эти вот войска подойдут. Проходим вполне хорошо. На красной колбочке не смотрите. По тополю вот такой вот проблемы есть. Да потому что я, блин, закупать нормального не могу. Или могу? Ну, поскольку у нас там. Да нет, не могу. Вот в чем прикол. Поэтому давайте сейчас занационализируем. И, может быть, и в Америке ситуация улучшится. А если у них улучшится, то и у нас тоже. Потому что мы же часть экономики забираем у США. Ну, короче, сейчас все это я занационализировал через счеты. Ну, почти все там где-то было. Да пофиг принципам. Фигня. Людей у тебя здесь 363 тысячи уже. И ты нам по... Нет. У США недостаточно людских ресурсов, чтобы выделить их нам. Да, 300 у нас тысячи. Не хочешь выделить вообще? Не Канада там, не Мексика. А, Мексика. Поможешь? Сколько? Сколько дашь? 300 тысяч? Нифига себе. Спасибо, 46 тысяч сразу. Вернулась из гарнизонов. Это хорошо. Это нам пригодится. Но сейчас пока что тут я строю узлы снабжения. ЖДшки. Чтобы тут хоть как-то нормально потом атаковать. Да, фабрик очень мало. Нефть я сейчас уже пока не закупаю. А в Америке, кстати, ее нельзя закупать. Потому что у нас недостаточно торгового отношения. Да. Из-за того, что отношения, в принципе, с американцами минус 200. Они нас не любят. Угу. Они заявили права на нашу территорию. Минус 1500. То, что мы в альянсе. То, что государство марионетка. Нет. Минус 1500. То есть с американцами, с нашими марионетками мы, блин, торговать не сможем. Зашибись. А все наши ресурсы остались там у них. Экономические последствия гражданской войны. А, я вас понял. Мало здесь ресурсов осталось. Ослабленная Великая Депрессия. Еще минус. А короче, у них там вообще фабрик нет. Нету производства. Классно. 200 заводов, конечно. Есть 28 дивизий. Ладно. Я надеюсь, ты хоть там что-то сделаешь по армии. 9 на 2 делает. Чтобы хоть как-то нам потом помогать с Канадой и с Мексикой. Чтобы хоть просто фронт закрывать. Ну, может от этих дубафов все-таки избавиться. Фокус уже есть там. Она же может прокачаться рано или поздно. Да. Убрана политический кризис. Ну, давай хотя бы потихонечку избавляйся от этого всего. И союзник, надеюсь, хоть как-то ценным для нас он будет. А, ну и по самолетам я их тоже разместил. Ну, вообще сейчас как бы делать вот эти самолеты реактивные, я думаю, смысла нет. Потому что это новый вид самолетов, их отдельно размещать. Дай мы их толком-то и сделать-то и не сможем. Ресурсы-то все в Америке остались. Вот я оставил, короче, вот эти дешевые самолеты. И по ресурсам дешевые, и по производству. Уж не зря даже мы их и начали делать, кстати, вместо реактивных. Потому что там реактивные они реально очень дорогие. Поэтому, может и правда не зря. Поэтому сейчас много таких вот понаделали мы. И продолжаем просто поддерживать это производство. Хоть как-нибудь. Вот. Ну, то есть вот я поразмещал. Тысяча такого, тысяча такого. Здесь, здесь и здесь. Ну и пятерочка, шестерка вон в запасе пускай будет. Потихоньку делаем. Все. И, в принципе, пойдет нам этого хватит и для войны с Германией. У меня армия вон напичкана, кстати. ПВО. Да, вот такой шаблон. Не судите строго. В принципе, пойдет. Ну и вот. Полевой госпиталь, конечно, обязательно. Давайте сейчас будем нападать. Там узы снабжения. Все остальное у меня построено. Зовем, конечно, союжника. Пускай она помогает. Тут и что? Ну и, значит, атакуем. Тут у нас пять армий. Как она атакуется? Нормально? Да. Вообще класс. И топлива хватает. Ну, мы, в принципе, Сибири захватили. Сейчас добыча. Соточка. А, ну я импортирую. Да. 49. Я думаю, нам столько не надо сейчас импортировать. На 30 фабрик. Ой, и хватит, да? Ну, хватит. Все. И сейчас продвигаемся здесь. Вот подлы поделаем. У Украины, кстати, дивизий больше сотней. Ну, по 200. У России тоже больше сотни. Но как-то что-то это здесь мы особо-то и не наблюдаем. Может, когда будем подходить к Украине, тут войска почувствуем. Но сейчас их очень мало. Да. Может, они подвезти не успели. Все-таки там претензия долго у нас висела. И поэтому бот даже не стал заранее подводить войска. Но вообще он бы сейчас уже подвел бы их. Если бы сильно захотел там тянуть-то недалеко. Вот здесь он сейчас захватил территорию. Там же были Приморские. Вот, да. Часть он, конечно, подвел. Но сотни я не наблюдаю. Поэтому сейчас проносим. Все это очень легко. А, ну и людские ресурсы прибавились. Я там одну армию распустил. Она там 300 тысяч добавила. Поэтому все хорошо. Не, ну прям как-то вообще прям хорошо, на самом деле. Тут еще союзники вон понакидали войск от помощники, а. Вот жалко, что мы им даже не помогаем. Иногда, блин, обидно мерь захватывать. Союзники теряются потом. Ну, ладно. Мы же не со зла, как бы это. Во имя благой цели, во имя челленджа. Так, Украина. У тебя там по войскам все еще больше сотни. Ну, а где? Не, ну реально. А где? Тут он российский. Странно. А по бумаге прям нормально. Ладно, сейчас, короче, все это захватываем. Я прям себе все это забираю. И все-таки в границах Российской империи будем находиться. А далее, ну, нападаем просто на Хриспакт. Все, территорию вот эти вот я захватил. По, да, войскам. Сюда одна армия, сюда. Здесь прям единый фронт красивый не поставить. Здесь тоже. Так что я, по сути, привел и вот эти вот армии, вот эти вот. Как раз впритык вот они встали. Если бы распустил, уже бы не хватило, например, бы на Керчь одна. А если бы еще одну распустил, еще бы не хватило бы на что-то важное. Поэтому вот так. Потом начнется война у нас, и я фронт поправлю, единый здесь поставлю. В общем, все красиво будет, а пока вот так. Еще, кстати, забавно сейчас заметил, у нас же ведь правительства отсутствует. Ни главы нет, ничего вообще. Я никого взять и не могу. Это странно. Ну, ладно. Начнется война, поставлю обязательную службу. Еще во время войны с Россией стоило так сделать. Ну, ладно. Там протупил. Зато военную экономику я взял, которая через 11 дней у нас все же пройдет. Либо придется понижать, либо получим дебаф. Поэтому я планирую прямо сейчас уже нападать. По авиабазам. Тут они строятся. Тоже узлы снабжения. Давайте здесь. И... Не знаю, где еще можно построить. Наверное, пускай. А, вот здесь тоже. Узлы еще строятся. Кое-где я уже построил. Потому что тут они, ну, вот видите, в принципе отсутствовали. Чтобы совсем войска не умирали, пришлось вот так вот сделать. Ну, и эти, как раз вот это успеется, достроятся остальные. Ну, надеемся, тоже успеют во время войны. И вообще, на самом деле, хорошо то, что Британия пала под Рейхом. Потому что нам не придется делать высадку в Британию. Мы сейчас захватим сам Рейх. И вот эти марионетки отвалятся, кстати, вот тоже просто Германия. Просто отвалятся и все. Поэтому все пройдет даже быстрее, чем я думал. В разы. Это очень хорошо. Сейчас сразу Германия, все захватываем. Что-то почти полмира нафиг. Восстанавливаем Российскую империю до конца. Вот это все захватываем. Потом Антанта до конца отбивается. Тут, в принципе, за одну войну всю Америку южно прожать. И дальше по мелочам. Япония, Китай. Тут уже проблем никаких нет. Хорошо то, что все так под альянсой собрано. По-быстрому захватим. Следующая серия, тогда у нас будет самая такая аппетитная. Ну что ж, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать на видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получать классные бонусы. Также играйте в университетные партии. Просто общайтесь на нашей серии. Расскажите в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи. Кстати, кораблей сколько? До фиги еще собрал.